Здравствуйте, уважаемые зрители! Наконец-то мы сможем записать новое видео, поскольку пришли новые ручки. Вот сейчас я вам их покажу. Сначала одну, потом другую. Начнем, пожалуй, с ручки Крокодайл. То есть Крокодил по-нашему, модель 215. Пришла она вот в такой вот упаковочке, такой чехольчик замшевый, который можно затягивать, наверное, для подарков и всего прочего. Целлофанчик. Упакован достаточно хорошо. Да, заранее извиняюсь за качество звука, поскольку сегодня вышел из строя мой микрофон, поэтому будем писать на камеру, поэтому несколько будут такие, наверное, помехи. Но я постараюсь их убрать. Итак, ручка Крокодил. В пути она была всего лишь 10 дней. Вот, такого вот смотрел я просто на сайте у продавца, ссылка на которую вы там увидите внизу видео. Вот, такую ручку, собственно, он мне прислал. Мне понравился, во-первых, цвет, такой интересный, морковный. Во-вторых, такая несколько необычная ее форма. Вот, закрытое, полузакрытое перо. Здесь такие стразики, наверное, как они называются, не знаю. А так, стандартно, все остальное здесь откручивается. Вот такая вот, такой вот, значит, резервуар для чернил. Он, конечно, снимается. Вот, вместо него можно использовать баллончик. Такой вот вставлять. И, собственно, можно пользоваться. Кстати, баллончики продавец мне прислал в подарок. Он общается, он совершенно нормально. Поэтому, собственно, продавца рекомендую. Во-первых, на крепеже присутствует логотип. Такой крокодильчик. Тут же он присутствует и на вот этом ободке золотистом. И также, очень интересная вот эта выполнена, собственно, держатель, где можно держаться за ручку. Такие вот интересные, как назвать, стразики, камешки, стеклышки, скорее всего. Поэтому попробуем, сейчас мы ее заправим, попробуем ее пописать. Перо такое полузакрытое. Диаметр пера, к сожалению, у продавца не сообщается. Длина 13,5 см. Вес приблизительно 22 грамма. Но перо тоненькое. Сейчас мы попробуем что-нибудь написать и предварительно ее заправить. Итак, берем, разбираем частично. Частично разбираем. Берем чернила фиолетовая для чистоты эксперимента. Как советовали мои зрители. Ну, я просто боюсь пачкать ее. Тут очень красивый такой вот держатель самого пера, собственно. Поэтому я все-таки сделаю вот так вот, по нашему, по традиционному бразильскому методу. Итак, значит, до конца отпускаю, собственно, держатель. И пытаюсь ее заправить. Частично мне это удалось. Нашей знаменитой тряпочкой вытираем, собственно, цоколь. Вставляем, опять же, в приемную часть. Немножко смачиваем, чтобы перо можно было... Чернила смочились от перо. Вот появилось. Закручиваем. Так, чернила в сторону. Еще раз пишем. Модель. Модель. Пиро, кстати, очень тоненько. Попробуем мы сейчас линии пописать. Очень такое, скажем так, отзывчивое. Нужно потоньше, можно вот так вот чуть-чуть потолще. Так, 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 кстати, можно тоненькие совсем линии писать. По-моему, очень прекрасное перо. Сейчас попробуем написать что-нибудь более глобальное. Например. Вот так, 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 так. О, дописал. Субтитры сделал DimaTorzok прекрасное перо знаете мне понравилось такое оно как сказать ненавязчиво я бы так сказал достаточно жесткая достаточно мягкая то есть она вот следует прямо руке можно сказать и так вы знаете мне понравилось собственно перо мне понравилось ручкой она достаточно такая скажем ненавязчивая по итогам моего написания я рекомендую покупки эту ручку она достаточно дешевая на момент покупки она стоила 368 рублей и поэтому достаточно по моему бюджетный вариант неплохо смотрится для женщин наверное будет очень интересный и сам цвет и сам такое и оформление необычное вот перо очень такое приличное она и не жесткая но не мягкая на такое какое-то среднее поэтому она отвечает вот видели линии рисовал и какие-то и задней стороной передней стороной по моему прекрасная ручка модель краковил 215 поэтому продавца рекомендую внизу под видео будут ссылочки а так собственно прекрасная ручка сама модель продавец общается прекрасно дарит подарки если вы берете конечно больше одной ручки поэтому рекомендую на этом собственно заканчиваем наше видео до новых встреч и всего самого хорошего и и и и и и и и